А мы продолжаем информационный час на телеканале Алматы. Смотрите далее в выпуске. В Западно-Казахстанской области сохраняется угроза подтоплений. Сколько человек уже эвакуировали и какие районы наиболее уязвимы? Трое подростков подозреваются в жестоком избиении мужчины в Алматинской области. Все подробности случившегося в материале Диаса Мохамбетова. Пол жизни проработали на этих полях, а в итоге остались с пустыми руками. Заслуженные земельные участки требуют от руководства агрохолдинга Алматинской области сотни бывших сотрудников. От деталей земельного спора буквально через несколько минут. В Казахстане отмечают праздник Курсу-Куна. Как алматинцы поздравляют друг друга с наступлением весны? Около 50 домов подтоплены из-за паводков в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Как сообщил глава МЧС Юрий Ильин, больше всего паводки охватили западную часть страны. В регионе под водой остались 45 домов. На сегодня спасатели эвакуировали 240 человек. Продолжается круглосуточный мониторинг паводка опасных населенных пунктов. Переливы, которые были ранее 26, у нас 13 уже прекратились через дорожное полотно. Есть участки, где производили плановый разрыв дорожного полотна, в том числе республиканских дорог, для того, чтобы сбросить воду, чтобы они не угрожали населенным пунктам. И МЧС, мы дополнительно усилили группировку, направив туда спасателей от Ираусской и Мангистауской областей. Прорыв дамбы, эвакуация жителей и подъем уровня воды в реках. В Западно-Казахстанской области все еще остается угроза подтоплений. Напомню, накануне в Уральске и нескольких районах регион объявили чрезвычайное положение из-за паводков. Какова ситуация к данному часу и в каких населенных пунктах возможны наводнения, узнавала Дина Женобекова. Большая вода начала топить регион после резкого потепления. По данным метеорологов, температура воздуха в некоторых районах повысилась до плюс десяти. Нынешняя зима, отмечают синоптики, была особенно холодной. Поэтому высота снежных покровов в области порой достигала метра. Из-за стремительного таяния снега поднялся уровень воды в местных водоемах. Особенно сложной становится ситуация на реке Дирколь. На данный момент сохраняется высокий уровень воды в реках Шингарлау и Оленты. В Касталовском районе растет уровень воды в реке Караозен из-за талых вод, поступающих из России. За сутки он увеличился на полтора метра. Сложная ситуация наблюдается в районе поселка Жалпактал. В Уральске, а также Батирекском, Шингарлауском, Мурлинском районах объявлено чрезвычайное положение. Уровень воды в реке Дирколь достиг 650 сантиметров. А в районе поселка Белес – 67,3 сантиметров. Объем талых вод поднял эту отметку на озере Шаган на целый метр. Тем временем в Акимате Уральска говорят, что ситуация крайне опасная. Ведь все еще сохраняется опасность новых подтоплений. Сейчас в озеро Дирколе прибывает очень много воды. Объем льда очень большой. Мы проводим работу по предотвращению подтоплений. Особенно сложной становится ситуация в районе ближайших сел. Напомним, в прошлом году в селе Шалгын под воду ушли сразу несколько домов и социальных объектов. По данным МЧС, ситуация в этой местности остается стабильной. Вчера во время воздушной разведки и паводковой обстановки в западноказахстанской области было установлено, что талые воды залили автодорогу близ села Куржин. В связи с этим ведомстве приняли решение доставить в населенный пункт спасатели и лодки. Из села в безопасное место также экстренно эвакуировали 16 человек, в том числе шестерых детей и двух беременных женщин. В районе отмечается интенсивное таяние снега. К примеру, 5 марта снежный покров в регионе достигал 60. Сейчас эта отметка снизилась до 16%. Аномальное таяние возникло из-за высокой температуры воздуха. На сегодня в регионе действует 200 эвакуационных пунктов. Жители опасных участков начали самостоятельно переселяться в безопасные населенные пункты. Но в ДЧС заявляют, что ситуация находится под контролем. В проверке готовности силы и средств МЧС к землетрясению в Алматинской области нет необходимости, сообщил официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов. Он пояснил, что есть соответствующие межведомственные планы взаимодействия и плановые проверки структурных, а также территориальных подразделений. Они показывают готовность силы и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Что касается Алматинского региона, вы знаете, это всегда вопрос Алматинского, Алматинской области, Житцузской области. Это вопрос всегда на поверхности. Готовность к чрезвычайным ситуациям именно характера землетрясений. И там тоже силы и средства всегда находятся в боевой готовности. Поэтому в отдельном порядке приводить их в повышенную готовность нет необходимости. Подорожание бензина в Казахстане не ожидается. Об этом сообщил глава Минэнерго Булат Акчулаков. По его словам, в стране сформированы необходимые запасы бензина и дистоплива. А перед пассивным сезоном планируется импортировать дополнительный объем горючего. Прокомментировал министр и вопрос повышения тарифов на электроэнергию в Астане. В прошлом году давали тем, кто подавал заявки на рост. У кого топливо подорожало, у кого перевозки и так далее. Зарплаты кому повышали. Не только в Астане. Это было по всем 47 группам. Там, по-моему, 20 групп подали заявки на положение тарифов. Поэтому эти тарифы были поднят. Поэтому касается не только Астаны, это касается разных других регионов. Касым Жумар Тукаев принял послов России и Китая, сообщает Аккорда. Во время беседы с послом соседнего государства Алексеем Бородавкиным президент отметил важность предстоящего в этом году визита российского лидера Владимира Путина в Казахстан. Осенью в Кустанае пройдет 19-й форум межрегионального сотрудничества. Во время встречи с послом КНР Джан Цяо Касым Жумар Тукаев высоко оценил миротворческие усилия председателя КНР Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул актуальность проведения саммита «Центральная Азия плюс Китай», который пройдет в Сиане в мае. Вы смотрите новости далее в выпуске. Трое подростков подозреваются в жестоком избиении мужчины в Алматинской области. Все подробности, случившегося в материале Диаса Мохамбетова. Полжизни проработали на этих полях, а в итоге остались с пустыми руками. Заслуженные земельные участки требуют от руководства агрохолдинга Алматинской области сотни бывших сотрудников. От деталей о семейном споре буквально через несколько минут. В Казахстане отмечают праздник Курсу-Куна. Как алматинцы поздравляют друг друга с наступлением весны. Состояние избитого до полусмерти подростками мужчины в Алматинской области остается тяжелым. По словам врачей, 49-летний пациент вышел из комы и находится в сознании, но не может самостоятельно есть и говорить. Потерпевший дышит только с помощью аппарата и пребывает в реанимации. По факту возбуждено уголовное дело. Все подробности у Диаса Мохамбетова. Жуткое происшествие случилось именно здесь ровно неделю назад. По словам полицейских, трое подростков, выходя из этого сквера, встретили мужчину, проходившего мимо. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Разнять нападавших было некому, поскольку все произошло поздней ночью. Подозреваемых задержали по горячим следам. Состояние самого пострадавшего, по словам медиков, оценивается как крайне тяжелое. Пациент находится в отделении реанимации Ембекши-Казахской многопрофильной межрайонной больницы. Он вышел из комы и сейчас в сознании. Поступил с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы ребер с обеих сторон, плевропульмональный шок второй-третьей степени, травматический шок второй-третьей степени, множественные гематомы волосистой части головы. Пациент в полном сознании, но так как он находится на аппарате ИВЛ, то есть речь затруднена за счет интубационной трубки. А что касается трех подозреваемых, то сейчас они находятся под подпиской о невыезде. По факту нападения на мужчину ведется досудебное расследование. Задержанные недоставленные несовершеннолетние подозревали 2006-2008 года рождения. В отношении данных лиц, по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан, было возможно уголовное дело, в данное время ведется расследование. Допросить потерпевшего полицейские смогут после того, как тот немного оправится и сможет давать внятные ответы. Пациента в скором времени планируют перевести из реанимационного отделения в хирургическое. Диас Пахамбетов, Арсен Цендыбаев, телеканал Алматы, Алматинская область. Очередной земельный скандал разгорелся в Алматинской области. Более 500 жителей Панфиловского сельского округа считают, что их обмануло руководство крупного агрохолдинга. Частники якобы незаконно приватизировали земельные участки по праву, принадлежащие тогда еще работникам совхоза. Причем о лишении прав на земли пайщики узнали совершенно случайно. Одина Смогулова разбиралась в деталях конфликта. Пенсия теперь минимальная, потому что совхоз нам ничего не дал. Ну дайте нам хотя бы землю под старость лет нам хоть что-нибудь. Нас же мы заработали, мы же заслужили что-то. Вышел закон же о том, что каждый казахстанец должен иметь 10 пайков. Еще в начале 90-х во времена приватизации этим людям, работникам бывшего совхоза, по закону были положены земельные доли. Имеющие 40-летний стаж работы жители ждали заслуженных гектаров годами, пока однажды случайно не нашли письмо. Уже в нулевых совхоз получил новый статус – агрохолдинг. Именно его новый директор, по словам жителей, якобы и адресовал это письмо местному Акиму. Хотя изначально никакого заявления не писали, говорят они. Тем не менее, сейчас люди не могут получить ни пая. Мой отец чуть ли не до конца жизни здесь проработал. Он мне говорил, Балам, все равно эти земли достанутся вам. Пусть я и не доживу до времени, когда участок получу, но вы точно сможете ими воспользоваться. И что получается, это все зря? Впрочем, сам глава агрохолдинга ошибок в ситуации не видит. Считает, что земли частникам были отданы вполне законно. В 90-х государством было постановлено, что земли совхозные не могут быть приватизированы. Мы же не вышвырнули этих людей на улицу. Работу им дали. Служебное жилье тоже есть. Не понимаю, в чем проблема. В Акимате Панфиловского сельского округа помочь ничем не могут, поскольку чиновники в дела частников вмешиваться не имеют права. Говорят, что с такой проблемой они сталкиваются впервые. У нас эта проблема только в этом, именно в этом базирке агро. Другие, например, крупные у нас, кроме этого, есть на территории Аиршир, там они все почти получили. Кто получил, обратно подешевле продали этот совхоз, например. А здесь, именно в этом никому не отдали. А потому пайщикам не остается ничего другого, как доказывать свою правоту в суде, советуют чиновники. Так называемое «право на обладание». В противном случае сельчане рискуют остаться с пустыми руками. Адина Смогулова, Сагандах Нарыков, телеканал Алматы, Алматинская область. 55 миллиардов тенге выделят дополнительно на реализацию проекта «Аул Ельбесэгэ» в этом году. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Боржан Омарбеков. Он отметил, что ежегодно объем выделяемых денег будут увеличивать. В этом году выделено 143 миллиарда тенге на реализацию проекта «Аул Ельбесэгэ». На эти средства в 736 селах будут реализованы свыше 1500 проектов. Наряду с этим, в рамках уточнения бюджета на 2023 год, планируется дополнительно выделить 55 миллиардов тенге. Повышать доходы сельских граждан чиновники намерены через развитие агропромышленного комплекса, сельхозкооперации и стимулирование сельхозпредпринимательства. В райцентрах и крупных селах планируют создавать малые промышленные парки. По повышению доходов сельского населения предусмотрена реализация проекта «Аул Ламоната». Это опыт Джамбулской области. Будут реализованы меры по проведению скрининга специализации каждого сельского округа. Микрокредитование личных подсобных хозяйств, формирование сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечение лизинг техникой и оборудованием. Президент Касамжимар Тукаев поздравил народ Казахстана с праздником Амал. Сообщение с теплыми пожеланиями глава государства опубликовал в Твиттер. 14 марта в республике традиционно отмечают Амал Мейрама или Куэрсу. Жители в этот день празднуют благополучное наступление весны, говорят добрые пожелания и отдают дань уважения старшему поколению. Президент же пожелал казахстанцам благодатного года. Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник, служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть Новый год будет благодатным. Ярко и с размахом встретили Куэрсу Куны, жители нашего мегаполиса в парке Коктубем. Звезды отечественной эстрады подготовили для зрителей целую праздничную программу. Кроме того, целый день алматинцы поздравляли друг друга с долгожданным наступлением весны, говорят добрые пожелания и оказывают дань уважения старшим. Ну а о том, что из себя представляет этот древний кочевой обычай, который на протяжении веков передается из поколения в поколение, расскажет Салтанат Нургалиева. Куэрсу – это первый мартовский праздник, знаменующий благополучное окончание зимы. День встреч и приветствий, когда люди ходят друг другу в гости и поздравляют с приходом весны. Раньше ведь на Западе только праздновали, а сейчас во всех регионах, что не может не радовать. Это ведь один из святых праздников у казахов, символизирующий приход весны. Время, когда нужно прощать все обиды, уважать друг друга. Очень важно почитать наши традиции. Издревле люди распахивают свои двери и накрывают щедрый дастархан, с трепетом ожидая встречи друг с другом после затяжной зимы, радостно восклицая, что еще один год жизни завершен. Потому обряд Куэрсу и стал одной из важнейших традиций празднования Наурыза. Если есть обиды, нужно отпустить их. Нужно внутренне очиститься от всего негатива и с чистой душой подготовиться к Новому году. Нужно возрождать такие традиции. Пусть благополучие и процветание придет в нашу страну в это неспокойное время. В День Куэрсу люди обмениваются теплыми рукопожатиями и крепкими объятиями. Особое внимание уделяется чистоте дома и опрятности внешнего вида. Люди облачаются в национальные костюмы, а в домах томится мясо для гостей, которые могут заглянуть в любую минуту. Таким образом, древняя традиция дошла и до наших дней. Общенациональный праздник с радостью отмечают во всех регионах Казахстана. В связи интернациональных специалистов репортаж Нургулялиной. Уроженка Шымкента Динара Сапарбаева два года назад окончила резидентуру. После переехала в Петропавловск. Сейчас работает акушерным-гинекологом в областном перинатальном центре. О своем решении ни капли не жалеет. Менталитеты и культура южного и северного региона заметно отличаются, несмотря на то, что мы живем в одном государстве. Когда я приехала, было немного страшно, но очень тепло встретили. Здесь я познакомилась со своим мужем. Я очень благодарна коллективу и этому месту. Атмосфера в коллективе очень дружная и спокойная, рассказывает старшая медсестра операционного блока Людмила Быба. По национальности она украинка. Работает здесь вот уже 29 лет. Женщина родилась и выросла в Казахстане. Говорит, что придерживается и чтит традиции обоих народов. Мы живем в дружном большом коллективе. Между нами нет никаких расприй. Мы живем дружно, работаем слаженно, друг другу доверяем. В нашем коллективе очень много национальностей. Между нами никогда разногласий не бывает, особенно на националистическом уровне. Нет, у нас такого нет. Мы пришли на работу, и мы работаем, выполняем свою работу как положено. Впрочем, различные культуры и традиции не помеха общему делу делятся сотрудники. Любые вопросы и споры обсуждаются на планерках и сестренских часах, которые проводятся регулярно. Их немедленное решение и сохраняет дружескую нить между коллегами, рассказывает главная акушерка Ирина Блохина. Мы все вместе всегда проводим праздники, организовываем их, все участвуют в них. Ну, самым главным таким приоритетом всегда в работе и в дружбе людей всегда остается понимание, уважение традиций. Поэтому у нас, к счастью, все люди это понимают. Появление на свет малыша – это удивительный и трепетный процесс. В этот момент важно поддержать не только роженицу, но и друг друга. Ведь атмосфера коллектива влияет на работу всех специалистов. Огромная ответственность в этом вопросе ложится на плечи руководителя. Мы многонациональный состав, но мы работаем одной сплоченной командой. Разногласий среди сотрудников нет. Мы стараемся работать все вместе. Кроме работы мы проводим культурные наши мероприятия. Вот сейчас мы очень готовимся к наурызу. Мы все друг друга знаем, мы знаем все семьи, мы знаем каждую семью. Это у нас еще тоже. У нас работает профсоюзная организация очень хорошо. И самое главное, что мы эти праздники все проводим вместе. В коллективе перинатального центра работает 330 сотрудников. Он объединил 111 казахов, 185 русских, 14 украинцев, 9 татар, 7 немцев и 4 поляка. Нургуль Алина, Замак Юлубаев, телеканал Маты, Североказахстанская область. Размер фитр садака в предстоящий священный месяц рамазан утвердили в размере 535 тенге. Об этом сообщил верховный муфти Казахстана на Урсбай Кажет Аганулы. Во время наступления месяца обязательного поста глава духовного управления мусульман призвал предпринимателей и владельцев торговых центров снизить цены на социально значимые продукты на 10%. Рамазан в этом году в стране наступит 23 марта. Сумма фитр садака рассчитывалась по средней цене двух килограммов муки по стране. А цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями Духовного управления мусульман Казахстана. Раздать фитр садака можно ценой фиников и изюма. Для того, чтобы людям было понятно, позже мы разъясним это через средства массовой информации. Завтра в Алматы стартует ежегодная акция «Зеленый двор». В Управлении экологии и окружающей среды сообщили о раздаче саженцев. Все желающие озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования могут на бесплатной основе получить саженцы вязи, катальпы, ясени и березы для посадки. Заявки принимаются с 15 по 24 марта. Для удобства жителей раздача растений будет осуществляться в выходные дни апреля. На одного человека выделяется не более 20 саженцев. Участники должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение трех лет. Заявки принимаются на электронный адрес jaslaulaalmaty.gmail.com На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Делитесь интересными новостями по номерам, указанным на экране. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин